Вы знаете, интересно было, летим туда, уже в Контарктиде, летит Владыка Феогноз Лаврский, он назначен патриархом главным, и вот летит, потом он рассказывает, и думаю, вот если сейчас отец Калистрат скажет, все, бать, ну забери Владыка, но не могу, один, там полярники, они, как правило, как бы, как верят, так сказать, и отец Калистрат рассказывает потом, а я, говорит, думаю, вот летит Владыка, сейчас скажет, уезжай, то есть, ну, я забираю тебя, не дай бог, упаду в ноги, буду проситься, и вот такая картина, и тут на друг на другу, а это Владыка, ну как отец Калистрат, а тот, не заберете, Владыка, и тут же этот начальник станции говорит, только не забирайте Калистратов, только не забирайте Калистратов, все, мы за него просто ляжем, и такая сцена, и этот, довольный, тот радостный, и радостно все прошло. Оставшиеся на зимовку поддерживают станцию в рабочем состоянии, занимаются научными исследованиями, объекты которых погода, животный мир, земля и снег Антарктиды. Каждый, если все наслуживание, который будет зимовать, он будет нести какую-то такую общественную нагрузку, то ли он где-то будет помогать механикам, то ли там, на камбузе, то ли еще какую-то работу научную делать, он может быть радистов, в конце концов, если у него есть какие-нибудь, мирские специалисты, так скажем. После отца Калистрата в Антарктиде зимовали два молодых монаха, тоже из троицы Сергиевой Лавры. А потом первый настоятель получил от владыки Феогноста благословение вновь на год отправиться на станцию Глинсгаузен. Из Москвы в Антарктиду отец Калистрат вылетал с радостью, как домой. Люди, кто имеют душу такую, что правильную настроенную, я бы сказал православную, то им легко на зимовке, а кому-то еще может быть сложно. Причем очень интересно, вот православные качества в душе, это не обязательно то, что человек утренние и вечерние молитвы читает, или там перед едой молится. Получается так, что человек может и в церковь-то ходить редко, ну как бы, ну крещеный там когда-то и все. А вот такие вещи, как никогда не сделать так, чтобы человеку в душе остался след или было больно, впитаны, впитаны настолько глубоко, что иначе человек поступить не может. Как рассказывал один из бывалых полярников, этот материк по праву можно было бы назвать планетой. Настолько разительно он отличается от любого другого региона Земли. Все земное, что попадает сюда, меняется. Здесь иначе ведут себя проверенные машины и оборудование. Здесь меняются люди, их отношения, взгляды на жизнь. Это другая планета. Здесь понятно, что испытывает космонавт, выходя в открытый космос. Это не просто ощущение одиночества или заброшенности. Это самый край. Дальше бежать просто некуда и незачем. Чтобы понять это, недостаточно здесь побывать. Нужно еще не быть чилийцем или австралийцем, которым до дома можно добраться за один перелет. Нужно родиться жителем северного полушария. Быть русским, чтобы расстояние до дома составляло 15 тысяч километров. Открытые двери – это антарктический закон. Преступники и хищники здесь не водятся. Пингвины в домики не заходят. А люди знают, что на всех станциях все двери открыты. Это для того, чтобы согреться, а иногда и просто спасти свою жизнь. Двери русского храма тоже всегда и для всех открыты. И соседи, иностранцы туда заходят, интересуются. Идет один и другому и говорит на английском языке. Ты знаешь, пожалуй, это самое красивое сооружение в Антарктиде. И он прав, потому что там ничего капитального до сих пор не строилось. И про это место теперь будут говорить. А, Брюсгалзе, да, там где храм. Запросто, так и скажут. У антарктического храма появилась теперь точная копия. На Валдае, на высоком берегу заповедного озера Ужин, недалеко от знаменитого Иверского монастыря. Храм построен из тех же самых материалов – сибирского кедра и лиственницы. И по тем же самым чертежам алтайских архитекторов. Можно это назвать прецедентом. Почему? Потому что это копия храма, который построен в Антарктиде. Не на наших рук служения, но на твою неизреченную благостыню. Строители также имели желание и намерение такое еще построить его где-нибудь здесь, в России. Среди прочих мест вот как-то было отдано предпочтение Валдаю. И эта копия построена на Валдайской земле. Патриарх Никон, когда впервые посетил Валдай, он тогда настолько был поражен красотами всей этой природы, что он сказал «на небе рай, а на земле Валдай». Потом вот он уже стал строить Иверский монастырь здесь, на Валдае. Можно, повторяя патриарха Никона, сказать, что рай, часть находится на Антарктиде этого рая, а часть находится здесь. В Антарктиду не так много людей может посетить, а вот на Валдае это будет сделать гораздо проще. Вот так появилась идея построить копию православного храма в Антарктиде на Валдае. Так Петр Задиров построил свой третий храм. А храм антарктический стал уже местом паломничества для полярников, туристов и высоких делегаций с большой земли. Но главное, там постоянно идет служба, люди принимают таинство крещения. А 29 января 2007 года произошла настоящая сенсация, которая облетела все мировые информационные агентства. В храме Святой Троицы состоялось первое в истории венчание на шестом континенте. Они венчались на краю света. Простая русская девушка Ангелина Желдыбина и подданный Чили Эдуардо Алиага. Русский Эдуардо выучить еще не успел, поэтому отец Калистрат задавал ему на венчании вопросы по-английски. Собственно, Антарктида и познакомила будущих молодоженов. Отец Ангелины работал ведущим инженером на станции Белинсгаузен и подружился со своим коллегой чилийской базы Эдуардо Алиага. Вскоре тот приехал погостить к русскому другу в Питер, где и влюбился в дочку хозяина Ангелину. Ради любимой Эдуардо принял православную веру и стал прихожанином православной церкви Сантьяго. В чилийской столице они и поженились. А потом, когда по долгу службы Эдуардо вновь собрался в Антарктиду, Ангелина в лучших традициях самоотверженных русских женщин отправилась к нему на край света, где они решили венчаться. Есть версия почти фантастическая. Об этом писали исследователи разных направлений, что Антарктида – это бывшая Атлантида. На старинных картах очень точно воспроизведены очертания Антарктиды, но безо льда и с проливом посредине. Якобы за 10 тысяч лет до нашей эры после удара о землю метеорита полюса сместились. Атлантида превратилась в Антарктиду, и атланты расселились оттуда по всем концам света, принесли с собой свои уникальные знания. Если в Антарктиде когда-нибудь начнутся раскопки, может быть, тогда из-подо льда возникнут величественные храмы древних атлантов. Но пока самое красивое сооружение на шестом континенте – это русский храм Святой Троицы на станции Виленсгаузен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова